Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк. На дворе декабрь 2021 года и совсем немного времени остается до того, как куранты пробьют. 12 и наступит 22-й год. По сложившейся традиции на сайте Часком в эти дни, в декабрьские дни, проходит голосование по нескольким номинациям, нескольким категориям от лучшего игрока до лучшего хода года 2021. И несмотря на то, что впереди нас еще ждут чемпионаты мира по быстрым шахматам и Блицу, тем не менее уже сейчас вы можете отдать свой голос за лучший, по вашему мнению, ход партию комментатора игрока результат. Ссылочка на это голосование в описании к этому видео. Мы сегодня поговорим о лучших ходах, шахматных ходах 2021 года. Несмотря на то, что в номинации лучший ход года представлены на суд публике 12 ходов сайтом Часком, я отобрала для этого видео 5 ходов, которые, прежде всего, были сделаны в партиях живыми шахматами с классическим контролем времени. Потому что я считаю, что онлайн шахматы все-таки должны быть представлены в иной категории, чем партии и ходы, которые делаются за живой доской с живыми фигурами. Итак, пятое место. Места, согласно моему видению этих ходов и оценке этих ходов, у вас, возможно, другая точка зрения, но, как я сказала, вы можете пройти по ссылочке и отдать свой голос и проголосовать за тот или иной ход. Первая партия, первый ход на пятом месте. Нихал Сарин, Ноэль Штудер. Ход черных, белые только что. Вроде бы сделали крепкий ход, защитили ферзя. Позиция была, безусловно, хуже у белых, опаснее, по крайней мере. Очень сильная компенсация у черных. Король чувствует белых себя неудобно. Надо за ходами типа слоны в 2 постоянно следить. Лучшим, наверное, было здесь решением сыграть ферзь b5, попытаться разменять ферзей. А белые решили поставить ладью на открытую линию, укрепить ферзя, связать слона. Ну, в общем, что может быть лучше, чем ход ладья c1? Единственная проблема этого хода в том, что он проигрывает. Проигрывает ввиду неожиданного, давайте я переверну, неожиданного ответа черных. Ходы под бой, они всегда, ну, очень часто выпадают из нашего поля зрения. И этот пример тому не исключение. Слон f1. Слон f1 заставил белых просто сдать партию. Угрожает мат, ферзь g2 мат. И выясняется, что слон, несмотря на то, что он встал под бой двух белых фигур, неприкосновенен. Потому что в случае ладья f1 последует слон f2 и теряется ферзь. Ну, а в случае король бьет f1 последует ферзь h1 с матом. Вот такой вот неприятный сюрприз ожидал белых после грубой ошибки ладья c1. И после слона f1 был зафиксирован результат 0,1. А мы идем дальше. Четвертое место в нашем хит-параде. Ход в исполнении французского гроссмейстера Максима Лагарда. Тоже ход под бой. Но в данной партии под бой белые поставили ферзя. Черные сыграли неаккуратно в этой позиции f5. Да, позиция была неприятная. Вновь белые, как и в предыдущем примере, пожертвовали качество. И здесь черным лучше всего было это качество вернуть, сыграв ладья f8. После же хода f5 белые выиграли партию в один ход. Ферзь h6. Очень изящный ход, ставящий ферзя под бой. Но, как и в предыдущем примере, после взятия фигуры, которая встала под бой, следует мат. Конь f6, король h8, ладья h7. И выясняется, что черные ничего не в силах поделать. После ферзь h6 есть еще вот такой трюк ладья е7, перекрывающий диагональ а3, f8. Но это черным не помогает. После ладья е7, слона h6, конь f6, шах. На король h8, следует знакомый уже нам мат ладья h7. А после короля f8 белая ладья отступает. И выясняется, что конь держит белые поля. Ладья отрезает короля по черным полям. И не дает черной ладье закрыться на цепять. Ну, а черный король попадает под удар белого слона. Вот такой вот мат и победа белых. Идем дальше. Третье место нашего хит-парада. Яркий ход. В одной из партий Кубка мира. В Сочи, который проходил летом 2021 года. Между Мэтсом Андерсоном и Солинос Херрера Пабло. Вот здесь вот Пабло нанес разящий удар. Вновь ход под бой. На сей раз комбинация на тему блокировка поля. Конечно, можно было пойти конь h2. Но из-за этого несколько, наверное, этот ход блекнет. Если уж серьезным быть, серьезно оценивать. И после коня h2 абсолютно выигранная позиция у черных. Но самый короткий способ здесь заматовать белого короля, который очень уж открыт. Это изящный такой ход жертва ферзь g1. Блокировка поля и открытие линии е. И конь h2. Конь h2 мат. Ну а сейчас переходим к двум следующим партиям. Они более сложные. И ходы не сразу, которые делали соперники, вели к мату через один или два хода. Бадур Джабава, Мустафа Элмаз. Гроссмейстерская встреча на командном чемпионате Европы. Белые очень рискованно разыграли дебют. Черные хорошо вели партию. Мы видим, что они преуспели в атаке на королевском фланге. Но ход белых. И они подмечают очень-очень неочевидный ресурс. А именно ход слон е7. Вновь ход под бой. Так, к ходам под бой мы относимся с особым трепетом. Поставили фигуру под бой. Почему же ее нельзя брать? На ладе е7 выясняется, что две ладе черных оказываются на незащищенных позициях. И следует вот такой вот вскрытый прыжок коня. Конь с6 и одна из ладей теряется. Хотя, может быть, это и было меньшим изол для черных. Но, как часто бывает, сильный ход. Он производит на соперника такой оглушительный эффект. Слон е6. И после этого хода часто следует неудачное решение. Вот ход слон е6 нельзя назвать самым удачным в этой позиции. Ферзь b4. Но позиция остается сложной. И не ясной. Ладья ац8. Вот этот ход, видимо, уже совсем склоняет чашу весов в пользу белых. Король е2. Уходит белый король из опасного королевского фланга в центр. Который вроде бы тоже позиция короля в центре не так безопасна. Но, тем не менее, после хода король е2 были какие-то возможности у черных сделать ход под бой. Слон g1. И, возможно, по-другому бы эта партия закончилась. Такая вот интересная возможность у черных была. Но они сыграли неаккуратно. Ферзь g5. На что белые холодно взяли на b7. Выясняется, что у белых лишняя пешка сейчас. Хотя и король в центре, и много фигур на доске. Но черные не могут какие-то конкретные угрозы белому королю создать. Ферзь g6. Слон бьет f6. Ладья ац2 шах. Видимо, на это рассчитывали черные. Но, как известно, от шахов еще никто не умирал. На самом деле, несколько шахов следует. Но после этих шахов хода gf, ладья ац1, ферзь а6, конь c5. Все белые фигуры мобилизуются. Как-то они вместе объединяются. И, что самое плохое для черных, что после хода ферзь а3 следует холодная g3. И вот слон на h2 внезапно попадает в западню. Еще было сделано достаточно много ходов в этой партии. Но оценка этой позиции уже решающая преимущество у белых. Черные, конечно, пытались что-то сделать. Как-то высвободить своего слона. Но не удалось. Не удалось им ничего поделать. Ладья а8. Жертва ферзя. Ну и опять же, ввиду того, что слон заперт. А у белых ферзь и конь очень хорошо работают вместе. Белые достаточно быстро создали решающие угрозы. Ферзь b6. Теряется еще и ладья. И победа. Победа Джабава. Баадура Джабавы. Вот таким вот. Все начиналось. Все начиналось вот с такого очень оригинального и неожиданного хода слон е7. Под бой. Первое место нашего хит-парада. Неожиданно. Неожиданно. Будет партия, которая была сыграна в фишеровские шахматы. Партия между Веслисо и Максимом Вашьелогравом. Не удивляйтесь, что фигуры расположены так странно, потому что, как я уже сказала, это были фишеровские шахматы. Начальная позиция вот такая вот была в этой партии. Вот так вот начинали партию белые и черные. И если мы вернемся к ходу, к позиции, где последовал ход, который я поставила на первую строчку, это десятый ход белых в этой партии. И видно, что за предыдущие девять ходов черные не так удачно со своими фигурами распорядились. Да, они сделали рокировку, но вот позиция коня на Д8 и слона на Е8, она натолкнула белых на проведение очень сильной и красивой комбинации. Последовал ход коня в шесть. Еще один ход под бой. У нас сегодня тема хода под бой. Коня в шесть шах. Отдают белые коня. Зачем? Затем, чтобы вскрыть позицию короля. Королевского фланга, ферзь h6. И выясняется, что нету координации меж черных фигур. И очень непросто защищаться от угроз белых. Слон c2, ферзь f6, слон c3, а также ладья на линии h может подключиться через линию h к атаке. И несмотря на то, что у черных лишняя фигура, использовать этот материальный перевес они не могут и защитить своего короля тоже не могут. f5 последовало в партии. Ферзь f6, перевод ферзя на длинную диагональ, на большую диагональ. Слон c3, ферзь h8. Очень неприятная угроза. И вроде бы после конь g7 и конь d6 черные кони как-то защитили друг друга, но следует ход h4. Удар пешкой. И выясняется, что h5, h6 план очень-очень неприятен. И черные ничего не могут поделать. Слон бьет b5. Белые даже не обращают внимания на предложение черных побить слона. Они продолжают свой план. Они продолжают двигать пешку вперед. И здесь они все-таки могли бы побить на b5. И затем выиграть еще и коня. Они предпочли сыграть hg и выиграть качество. Это несколько затянуло стадию реализации. Партия достаточно долго продолжалась. Это, наверное, не имеет отношения к нашему видео и непосредственно к ходу, который я хотела показать. Но давайте досмотрим до конца. Лишняя фигура. Много пешек лишних у черных. Сколько за фигуру? Раз, два, три, четыре пешки за фигуру. Правда, они достаточно слабые. Пока не идут вперед. Одна пешка белых на b3 держит целый фланг. Но и король себя чувствует тоже достаточно неуютно. Хотя шансы какие-то, наверное, были. Конь c4 интересен был ход кони f5 с атакой на короля. Но белые предпочли обратить свои взоры на ферзевый фланг. И здесь вот ход f3 решающая ошибка. Выяснилось, что после f3 внезапно черный король... Ну, точнее, это не совсем внезапно, потому что черный король давно был в матовой коробочке. Здесь ходом g4 эта коробочка закрывается. И в партии последовало конь f4. Ладья g8. Выясняется, что угрожает мат постоянно. Если ладья b3, например... Ой, если ладья b3 здесь делать ход, то конь d6, конь f5, конь f7. Нельзя от мата защититься. Да, вот ход f3 был неудачный. Еще можно было черным побороться. Но, опять же, еще несколько ходов, и белые выиграли. Досмотрим эту партию до конца. Почему такой вот... Нет, на самом деле сопротивления не было. Прошу прощения. Это какой-то вариант. Примерно у меня после конь e3 черные сдались. Ну, и я вернусь. Вернусь к той позиции, которую я отметила. И сайт Ческом отметил как ход. Один из номинантов на премию ход года, это ход от Wesley So, конь f6, ход под бой. И вот такая вот подборка из пяти ходов в этом видео у мною подготовлена. Какой из ходов вам нравится больше всего? Может быть, вы отметите в комментариях какой-то ход, который не попал в голосование, не попал в число 12 номинантов. Такой тоже может быть. Пишите, оставляйте комментарии, не забывайте подписываться, ставить лайк. И шахматная жизнь продолжается. Пусть год 2021 заканчивается, но впереди Новый год, а значит новые шахматные битвы и новые красивые шахматные ходы. До скорых встреч. С вами была Александра Костенюк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова